так всем привет привет сегодня у нас пятница это значит что сегодня мы проводим прямой эфир интервью с одним из лидеров нашего проекта партнер компания faber league ира привет сегодня мы будем опять задавать вопросы интересные я думаю что ответы будут не менее интересными как всегда на моей кухне будем общаться вот и оля к нам присоединилась сейчас я тебя приглашу и мы с тобой уже сразу же начнем я тут немножко сегодня закрутилась что-то как-то смотрю уже время давай бегом бегом все настраивать штатив все подключать поэтому как-то вот так вот в попыхах олечка сейчас я тебя приглашу и и так вот я тоже чусь до пользоваться вот этими всякими прибамбасами в инстаграм и вроде как плохо получается ну что у тебя это будет такой совместный первый эфир первый дебют именно вот в таком формате но сегодня мы немножко еще поговорим и о других вариантов дебюта есть такой так я смотрю что к нам потихоньку присоединяются я думаю что мы сильно долго ждать не будем так кто присоединиться чуть попозже будем очень рады видеть оксана привет и первый вопрос у меня как по традиции да конечно же чтобы ты немножечко рассказала о себе расскажи чем ты сейчас занимаешься занимаешься кем ты была по профессии или кто ты вообще по профессии да и кем сейчас являешься помимо того что строишь свой бизнес, да, интернет-поприниматель ну еще раз всем привет давайте начнем наверное с самого начала родилась я в деревне Беларусь Брестская область деревня немалая школа у нас была огромная но в деревне есть деревня и не знаю почему с детства я просто не хотела жить в деревне слышно нормально меня? да, слышно хорошо у меня просто там стучат наверно тоже, да, отвлекает? не, не, просто я первый раз и не знаю слышно, не слышно все хорошо, да, мы тебя слушаем и знаете, не знаю кто наверное родился в деревне, особенно в наше время в 90-е это работа, работа, еще раз работа даже можно сказать на факультативы, на какие-то консультации в школу не пускали, потому что кто же будет работать только перед экзаменами пускали, поэтому я с детства прям решила, что я в деревне жить не буду и вот в четвертом классе загорелась мыслью, хочу быть учительницей именно начальных классов не знаю почему, правда, но именно начальных классов и сразу до девятого класса, не раздумывая, решила попробовать со мной решила попробовать моя одноклассница и мы поступаем в Пинский колледж но мне буквально полпала не хватило, чтобы пройти на бюджет так как родители работали в колхозе, денег не было платное образование никто даже не рассматривал и так получилось, что моя одноклассница пошла на платное обучение а я вернулась в школу но, что самое интересное, абсолютно не расстроилась я когда вернулась в школу, я поняла, что я еще не готова уйти из дому и с радостью проучилась еще два года но учителя никто не отменял после одиннадцатого класса опять же я решила, что буду поступать туда же но мама сразу сказала, мол, попробуй высшие как это так, потому что я хотела поступать в колледж ну, чтобы, как говорится, угодить маме я попробовала высшие, но я даже и не собиралась сюда поступать поэтому, конечно, я туда не поступила просто галочку поставила, что высшие я попробовала и пошла в колледж и в который раз убеждаюсь, что все, что не делается, это делается к лучшему после девятого класса я поступала на специальность намного похуже чем на ту, которую я поступила после одиннадцатого и поступила я на бюджет сдала, можно сказать, экзамены почти на отлично для нас это было огромное подспорье, потому что денег реально не было очень много помогала моя бабушка она давала мне деньги на неделю прожить и вроде бы я учитель правда, попала я по распределению опять в деревню правда, не свою, но ни капельки не жалели там я познакомилась с хорошими людьми у меня были отличные классы но был один маленький нюанс я в то время работала на замене декретом то есть у меня никогда не было основного места работы и вот я уже где-то и девчонкам рассказывала, что, наверное, это и послужило тем, что я искала приработки потому что, и тоже девчонкам говорила, если бы я осталась там работать в деревне, я бы, наверное, была учителем коллектив отличный дети тоже, когда я попала в городскую школу, не сравнить но, еще раз повторюсь, замена декрета и начала искать работу в городе, потому что вышла замуж мы жили в городе, так что еще одна цель не оставаться в деревне получилось у меня и попала я так на работу в детский приют скажу вам честно, охватила меня ровно на год так тяжело работать, просто не передать сами понимаете, тяжелая обстановка и нас включают в кооператив потому что мы стояли на очереди и мы пришли на первое собрание а там как раз меняли председателя не знали, что случилось но председатель отказывается а мы пришли только первый раз сидим, никого не знаем и тут поднимают вопрос, кто хочет быть председателем а мы получилось так, сидели на первых мерах и мой муж такой, шуткой иди председателем в общем комиссия услышала говорю, ты что, к у нас зашел? они, все, вы кто такие? идите говорю, никуда я не пойду давайте, давайте, кто за то, чтобы вот эта девушка стала председателем? конечно, никто не хочет такие должности брать я сразу знаю в итоге сама по себе я вдруг стала вуаля председателем кооператива в стройке я вот не переживайте, все поможем все расскажем ну ладно, и так я стала председателем кооператива и вот в это время можно сказать мы построили кооператив и меня в соцсетях в одноклассниках находит наша Оксана но я тоже уже не раз говорила что до этого я была в другой компании но я была просто, можно сказать, продавашкой у которой получалось хорошо продавать у меня до сих пор, кстати это очень хорошо получается и вот меня приглашает Оксана мы начинаем общаться я понимаю, что эту Оксану я знаю мы вместе учились в колледже жили в общежитии напротив друг друга комнаты это реально так получилось и что самое интересное Оксана училась в одной группе с моей одноклассницей которая поступала со мной после девятого если вы помните короче такой вот круговерт и вот да, да, да и вот сейчас я уже понимаю почему многие не соглашаются на бизнес потому что вот если бы наверное Оксана не моя знакомая я знала, что это я знала, что там зарабатывают я что думала ну это у них получилось а я какая я обычный учитель ну умею я продавать и что дальше не буду же я с людьми ходить продавать но вот именно что я знала Оксану я знала какая она была я знала где она работала что у нее можно сказать такое же образование как у меня и тут он мне рассказывает что у нее свой офис она уволилась у нее машина она приехала недавно из Египта а у меня только однокомнатная квартира в кредит ну и работа непостоянная до сих пор кстати и председатель кооператива благо я уже тогда отказалась потому что люди неблагодарные я думаю это все знают и с детьми работать намного проще чем с взрослыми людьми и конечно давай попробуем Оксана сразу выслала мне каталоги пробники потому что я абсолютно не знала продукцию от слова совсем я даже никогда не видела каталог сейчас это у нас все есть флеш каталоги и тогда ничего не было и еще что очень помогло у нас был вечер встречи с выпускниками в Клинске это все конечно было вечером я села на поезд с самого утра приехала к Оксане мы очень долго общались и вот после того вечера встречи я зарегистрировала двух своих одногруппниц можно сказать это было начало моего бизнеса когда в каком году было ой точно не сказала это зарегистрировалась я восемнадцатого июня 2011 года так что в этом году у меня 9 лет а вот Оксане я попала в августе да да можно сказать юбилей и вот как-то так завертел и спасибо еще раз не перестаю говорить Оксане она сразу мне предложила поехать на форум тогда это было 15-летие компании и впервые был вот такой международный форум для всех консультантов конечно откуда у меня деньги у простого учителя которого все в кредит и в рассрочки Оксана сказала ей вопрос я заложу подожду если нужно и вот так первый раз в жизни в 2011 году попала в Москву и оттуда понеслось приехала я из Уфы и мы атаковали одноклассники и вот можно сказать вот в 11 году в ноябре я зарегистрировала страничку в одноклассниках и вот старший директор долгую лет пять с одной странички в одноклассниках получил ну я думаю это другая тема да тут получается конечно вот настолько интересно получается ты пришла вот этому вот вот этому бизнесу да вот этому направлению которым ты сейчас занимаешься то есть прошла какой-то даже долгий путь и получается ты когда пришла в фаберлик ты еще совмещала со своей работой да когда пришла да то есть ты была в хайме и ты пришла в фаберлик и вот стала заниматься именно построением своего бизнеса да атаковала еще еще больше скажу я сейчас вспомнила тот год у меня было полторы ставки в школе начальные классы английский и в зону я была еще председателем кооператива и фаберлик я стремилась уже к открытию офиса потому что в городе не было это было и пешком и все пешком я не понимаю как я это все успевала круто это для тех заметочка да для тех кто говорит что у меня нет времени время есть у всех просто надо желание огромное желание цель цель да и цель скажи пожалуйста Оль вот какими были твои первые шаги в бизнесе да вот и какие с какими сложностями ты столкнулась помимо того что да вот ты совмещала с наймом с председательством и так далее да помимо этого вот именно в бизнесе фаберлик какие сложности у тебя были на первых порах ну знаешь мне кажется сейчас даже наверное таких сложностей с которыми мы столкнулись нет почему потому что в то время вот одиннадцатый год фаберлик не так был на слуху абсолютно не так и многие не знали и вот кстати вот этот год когда мы подсоединились это фаберлик объединялся и у нас появилась косметика для дома а начинали мы как обычно с парфюмерии и уходовой косметики но еще это был год кстати одиннадцатый да мы построили квартиру год кризиса когда очень хорошо помню доллар у нас с трех тысяч белорусских попрыгнул на восемь и фаберлик это единственная компания уже в то время показала себя что она всегда беспокоится о своих покупателях о своих людях и у нас больше года держались цены то есть те компании подняли особенно те которые зависят от курса у нас цены были просто минимальные и вот мы тогда реально брали просто ценами ну и плюс сразу говорю я проработала всех своих людей которые со мной были в прошлой компании всех покупателей прям таки уведомила что я сейчас работаю в компании фаберлик не перебивайте продукция шикарная я вам если допустим не любите тушь подберем здесь тушь подберем здесь уход подберем здесь парфюмерию ну и говорю начинала с теплого круга поэтому конечно должны быть все пробники парфюмерии и Оксана еще вот тогда когда я ездила с ней навстречу она мне сразу сказала я до сих пор помню вот это выражение как она сказала сразу регистрируй а не заработаешь там двадцать тысяч ну это на то время и вот как-то так и пошло очень много заказывали парфюм можно сказать почти был минимальный заказ всех полностью регистрировала офиса у меня не было это считайте полгода не было офиса Оксана нам из Пинска выцелала огромные коробки заказов я очень хорошо помню когда пришло семь огромных коробок когда я заплатила бешеные деньги за сумку и на почте девчонки все приходили разбирали эти свои заказы тогда я сказала все я буду открывать офис потому что невозможно ну теплый круг пока был у меня теплый круг но он у меня был большой ну здорово знаешь на самом деле да вот опять же показывает опыт что независимо да там от того где ты живешь далеко или близко можно всегда найти общий язык со своим теплым кругом да и потом это работает как сарапанное радио просто да просто не стесняться не стесняться мы просто боимся просто как-то боимся стесняемся но не надо бояться ну это не выбор да на самом деле когда ты уверен за качество продукции когда ты уверен за компанию да за ее стабильность за ее будущее за перспективы то здесь на самом деле даже стесняться нечего я это прочувствовала на себе потому что ну как бы раньше у меня тоже был такой опыт в других сетевых компаниях и там мне всегда было некомфортно говорить может быть о каком-то продукте да там я понимала для себя что вроде ну хороший продукт да ну как-то цена высоковато да или там еще какие-то вот такие моменты ну было вот это смещение сейчас же вообще просто все наоборот все по-другому и я даже своим тоже когда близким что-то рассказываю я говорю сравните цена-качество то что вы покупаете в обычном магазине то что вы покупаете у нас это как небо и земля поэтому я с тобой полностью согласна что тут главное не стесняться и самим понять что ты предлагаешь любить самому продукцию и люди чувствуют когда ты пользуешься когда ты говоришь свой опыт свои отзывы а когда это все наиграно где-то вычитано а я являюсь стопроцентным потребителем особенно с нашим ассортиментом уже очень много лет полностью полностью одеваюсь и все полностью побеги мы заметили сейчас секундочку что отвлекает меня тут ничего страшного работа дома можно можно мама хорошая можно пока мама пока мама занята все да да так хорошо спасибо большое Оля скажи мне пожалуйста вот мы очень часто сейчас видим тебя там на планерках на прямых эфирах сейчас да больше чаще будем видеть на вебинарах которые ты проводишь обучающим и я не могу просто не задать этот вопрос потому что я знаю что раньше ты говорила что я не буду выходить в прямые эфиры я не буду проводить вебинары и отставить от меня правильно такое было 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 каюсь я не могу не спросить да как ты все-таки стала проводить вебинары да что послужило просто вот у меня сегодня я разговаривала со своим партнером она говорит Надя ну ты понимаешь но это не мое я не могу там это же надо на людях там как-то да там перед камерой я камеры боюсь там вот все такое да и вот как ты преодолела эти страхи если были страхи да либо что-то это другое было что послужило тому что ты все-таки начала это я поняла значит вот считайте одиннадцатый год я зарегистрировалась в двенадцатом году первого марта я открыла офис на дому и получается в тринадцатом году тридцатого по моему марта я закрыла директора получила бонус уже уволилась тоже и вот получается директор затем от меня уходит моя лидер сильная я падаю ровно на полгода а это все почему потому что ну как говорится деньги есть и все моя цель то что я хотела я достигла я получила зарплату больше учителя и больше денег голова даже не принимала и так я засела на директорстве на годик четыре меня и сидела сидела наша Оксана перешла в интернет а я сижу как уже сказала с одной страничке к однокласснику но сами понимаете что такое люди покупатели их постоянно нужно мотивировать постоянно с ними нужно работать и еще что кстати замечу в то время никаких не было акций я вам скажу честно ну я имею ввиду от компании было у нас сначала 5 шагов стартовой 50 баллов заметь надо было новичку затем сделали 9 из накопительную программу акций для наставников не было никаких я все прекрасно понимаю компания молодая она училась но что самое главное что компания всегда учитывает просьбы лидеров всегда и вот когда начались различные акции и так далее и тому подобное я имею ввиду то на повторную активность то для неактивных начался рост и вот очень тоже хорошо помню было перед новым годом я могла выйти открыть точнее старшего директора и оксана я спрашиваю говорю не хватает 150 баллов что делать она говорит у тебя есть выбор если ты откроешь у тебя будет цель закрыть если нет опять останешься вечным директором как я говорю и вот да да тогда я взяла год потому что знала что никто не оплатит и вот так вот я открыла старшего директора и ровно мне понадобилось чтобы его закрыть и тогда конференция была точнее форум против и я первый раз лечу на самолете все спрашивают ты боялась говорю я не знаю полетели 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 сказали что уши немного заложит ну все и вот там я познакомилась уже с девчонками которые пришли в наш проект с интернета Ксюша Фортуна Женя Айшат Оля Проворная уже наверное забыла кто был и я поняла что эти девчонки только-только пришли в Фаберлик пришли в проект например та же Ксюша Фортуна она ее награждаются старшим и меня награждаются старшим да может по доходу у меня было и больше но извините мне на это понадобилось 5-6 лет а она сколько там полтора года а может и меньше и вот в Сочи это по-моему был 18-й год море во-первых я увидела море привезла камушков конечно как без этого до сих пор они у меня есть и вот эти дни 5 дней просто перевернули мое сознание я поняла что тот результат который есть у меня сейчас мне дали те люди которые у меня есть а если я хочу новый результат мне нужно обучаться мне нужно стремиться к чему-то новому и как говорится выходить со своих не хочу хороших и делать что-то новое и после этого у нас был форум в Минске приехало опять же очень много девчонок из России Оксана предложила историю успеха и не поверите это был 18-й год я учитель первой категории с 8-летним стажем я не умею делать презентацию мне Оксана делает презентацию она говорит пришли фотки я тебе сделаю презентацию но ты должна выступить и вот это был тоже мой дебют выступления перед командой это выступление находится у нас в школе да это было такое крик души можно сказать но знаете если бы меня попросили сейчас выступить я бы сейчас совсем по-другому себя вела совсем по-другому отвечала бы потому что я сейчас совсем другая я никого не виню я всем благодарна за то что у меня было тогда это это все эти все неудачи какие-то нюансики они сделали меня сделали мою личность сделали меня сильнее и после вот этого дня команды опять же пожалуйста это своей историей давай проведи вебинар сколько было переживаний два дня я звонила Кате Макаревич как что где нажимать я без понятия что это такое и вот начались вебинары затем начались кланерки для своей команды точно так же как и у Оксаны меня youtube канал с 12-го года но он просто стоял и ждал своего часа сейчас после того как я приехала я стала на постоянной основе снимать видео но пока за кадром а затем когда купила себе хороший телефон потому что я сама видела и резкость и ну расплыча сами понимаете не очень хочется смотреть нехорошее качество и плюс еще когда меня смешали комментарии ну под видео там неужели нельзя купить нормальный там телефон или камеру сейчас конечно мне все равно а тогда вы что кто вы такие и купила я себе сразу хороший телефон и все видео которые у меня на youtube канале снимаются на телефон у меня цель 2-3 видео и вот считайте из 10 подписчиков ну конечно стабильность у меня началась где-то полгода но вот уже больше 600 подписчиков но я везу пока только продуктовые каналы так как у меня свой офис тех пор вот считайте с 12-го года новинки заказываю плюс сама всегда пользуюсь очень многие люди благодарят что у меня на самом деле честные отзывы прекрас и вот с меня кстати когда я была продавашка все и можно сказать прикалывались как так как ты так можешь говорить ну мол все хвалят хвалят ты можешь сказать то подходит то подходит говорю ну я же хочу чтобы вы это покупали а не сказали что там то не так то не все кстати опять же Оксана опять помню на обучении как говорила что я дневной крем без всего уходового вам не продам потому что вы скажете что вам что-то не подошло я не знаю чем вы умываетесь и так далее вот с тех пор я придерживаюсь этого этой позиции во всем благодарна Оксане она нас учила и по продажам и по раскрутке офисов ну а сейчас обучает нас бизнесу наш великий мотиватор да я вчера как раз вот уже вечером уже все все дела переделала захожу в чат женского клуба и смотрю там видеоролики Оксана блин ну неужели это она вообще не верится вот трансформация да что тоже по фотографиям допустим да твои фотографии твои и сейчас я кстати подготовила подготовилась это ты это реально ты да это 2007 год еще до бизнеса далеко мы вот только поженились и свежая фотография бизнес-ледие я думаю чувствуется это шикарная фотография это какое-то магическое место было да 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 потому что мы не стареем мы мы не взрослеем мы не стареем мы просто становимся успешными во всем но главное здесь вот поменяться и это проще это показывается в глазах да да я полностью согласна я заметила что действительно когда ты идешь вперед когда ты находишься вот среди этой атмосферы среди людей которые действительно там прут как танки просто по-другому не скажешь да 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 и ты вот ты уже думаешь блин надо же надо же вперед идти надо давай 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 там и сама и потом уже другие за собой тянешь думаешь давай эти девочки давай ты на самом деле это круто и вот эту фотографию ты показала я прям сразу все это вспомнила как это все было и вот это вот все фотографировались и у всех снимали ну нет ну это же как ну вот ты человеком сфотографируешь ну это же как бы неправда там да а потом хоп деревне а потом хоп там Ксюша меня муж точно так сказал это же неправда зачем а тут раз вот тебе пожалуйста так что это круто на самом деле очень круто что проходят такие мероприятия это что нужно посещать да эти мероприятия вот 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 да и четвертый вопрос да как ты изменилась за это время пока пока в бизнесе но мы это видим уже сейчас даже показала две фотографии и все можно ничего не говорить и про вебинары ты сказала очень много ну вообще вот внутренние какие-то может быть самоохищения да вот может быть несколькими словами как бы ты описала себя до того как ты пришла в бизнес и вот как ты сейчас себя ощущаешь внутренние ощущения себя ну вообще я бы сказала у меня за моих тридцать пять лет недавно было было три трансформации поздравляю потому что в школе я была серая мышь это можно даже ничего не сказать меня реально было не слышно не видно я была за спиной подружки меня никто не воспринимал ну как потому что я и разговаривать как-то не знала о чем а про разговоры с парнями я даже молчу это для меня было вообще небо и земля и вот меня получается поменял колледж когда ты выпрыгнула из маминого крыла и надо все решать самой и я поняла что если я буду продолжать в том же русле ничего не будет на мне можно сказать все будут пахать это было первое потом когда я пошла председателем еще раз повторюсь очень многие вообще трансформировалось все потому что я поняла что что такое люди что такое работа с людьми и всем хорошей не будет ну и конечно сейчас мы постоянно посещаем какие-то мероприятия вот допустим недавно были на женском форуме постоянно обучаемся и нашей и я очень люблю смотреть бизнес-тренеров различных и нужно меняться и реально и проще относиться ко всему и к окружению цель у меня в тем всегда двигала цель с сначала я хотела машину сейчас сейчас я понимаю что у меня цель была неверная потому что у меня не было написано как на суча какого цвета масса и так далее я просто хотела хорошую хорошую новую пятидверную маленькую малолитражку ни цвет я не знала ни модель ничего но так и получилось я купила очень хорошую машину честно признаюсь купила это свои деньги полностью от фаберли и через два года я ее уже продаю и опять покупаю машину только уже как мне многие знакомые начали говорить тебе не престижно ездить в этой маленькой ты у нас такая бизнес-леди а ездишь в такой маленькой в итоге я купила себе новую хорошую большую машину которую выбирал муж я абсолютно ничего не знала просто я выбрала цвет и все и сейчас да и вот полностью сменила себе технику как раньше что компьютер а сейчас я думаю господи как я жила без ноутбука дома ноутбук на работе ноутбук этот ноутбук со мной везде и на кухне и в кровати и где хочешь где мы работаем и еще могу что сказать самое можно сказать важное меняйте свой общение за время фаберлик у меня круг общения просто кардинально поменялся уже 4 раза потому что вы сами знаете какие люди сколько нытиков сколько негативистов сколько пессимистов и очень многие которые жалуются они и близко такими не являются просто они являются поглотительными нашей энергии они жалуются у них все хорошо и в итоге я понимаю что я с ними пообщалась у меня какой-то как по-белорусски говорится обуякалась даже я ни с кем не ссорилась абсолютно просто я поняла что мне с ними не интересно они меня тянут вниз в итоге сейчас у меня круг общения это мои бизнес-партнеры мои все директора мои девчонки которые раскрылись они все можно сказать теплого круга они все из моего города вот это мой круг общения родственники партнеры чаты все вы с которыми я познакомилась для меня отдых нынче это просто полежать подумать все знают что я обожаю редактировать ванны там мне приходят свежие да кстати есть чему поучиться есть чему поучиться я тоже полюбила лежать в ванной делать масочки благодаря твоим вот этим вот селви супер да так хорошо значит смотри про окружение мы с тобой начали как раз вот у меня есть вопрос да по этому поводу а вот все понятно да окружение меняется окружение нужно менять даже я бы сказала да это прям необходимость большущая но как как это делать вот большинство да очень сильно зависит от чужого мнения от того кто что подумает то что скажет и вот просто перестать общаться с теми людьми или как что ты делала чтобы люди поняли да что ты другая что у тебя другие интересы другие какие-то там другой бизнес другое занятие да вот что как вообще это сделать как поменять окружение помимо того что просто работать да со всеми ну знаешь у меня наверное с этим проблем не было никогда я вот уже где-то девчонкам рассказывала у меня было свое мнение с детства да я была можно сказать своя мышь но что касается ну родственников родителей я всегда отстаивала свою точку мнения и если кто-то где-то начинал кого-то приводить мне в пример а я совсем ну другого ракурса можно сказать я не обсуждала не обсуждала не рассказывала какой он там в него я просто говорила она мне не авторитет вот очень хорошо помню с седьмого класса у меня было такое выражение она мне не авторитет я была сама для себя авторитет ну как-то так сейчас я понимаю что мы должны равняться на тех людей которые ты хочешь стать как они то есть как ты хочешь жить вот допустим на данный момент да для меня авторитет это акция наша и я думаю авторитет для всех нас вот и ну например я убрала забыла слово пожиратели нашего времени я не разговариваю вообще по телефону у меня все знают я не стесняюсь этого говорить если мне некогда если я не хочу разговаривать я просто не беру трубку я не беру трубку когда у меня плохое настроение затем когда я освободилась или как говорится отошла я пишу на вайбе привет ты что-то хотела если это не срочно они говорят мол спасибо ну уже ничего если спрашивают я наговариваю голосовым я отвечаю и еще раз повторюсь меня боятся говорить какие-то свои привычки какие-то свои сейчас у меня тариф 400 минут и у меня иногда сгорает 280 120 только когда шикарная акция вот у нас была в компании когда я со всеми разговаривала мне не хватило минут а так я не разговариваю по телефону и если ну и получается вот уменьшается общение ну вот где-то в гости ну вот если я реально не хочу ну и мне некогда там то то что мне сейчас у меня подружка на день рождения взяла потому что она знает что у меня все она говорит я знаю что ты у нас занята поэтому пожалуй 22 декабря ничего не планирует все все и как-то само по себе еще раз повторюсь я не скажу что я там загордилась или что просто начинаешь по чуть-чуть меньше общаться они понимают что им с тобой неинтересно потому что я вечно на позитиве вот мне не надо жаловаться потому что ну я такое не буду даже слушать сплетничать мне не надо потому что они знают что я сразу скажу мол а ты там святая или ну там что-нибудь все и и как-то и как-то и как-то и как-то и как-то и когда хочется пообсуждать на всякие карантины по поводу карантина это вообще прикол я телевизор не смотрю совсем а если что-нибудь я знаю про успех полюбила исторические вот какие-то передачи и я про например коронавирус я узнала от людей на офисе недели две назад я не читаю нигде ничего абсолютно мне сказать честно даже некуда абсолютно некуда хорошо что я успеваю чат и прочитать ответить что-то где-то супер супер на самом деле вот я взяла знаешь от тебя и от Оксаны очень многое за вот это время пока я в проекте да вот это вот не брать трубку когда у тебя нет настроения или когда ты вообще не хочешь с этим человеком разговаривать для меня это знаешь раньше было как каторга я знаю многих людей из-за своего там близкого окружения да которые вот у них звонит телефон и они вот все бросят вот все абсолютно и они бегут скорее лишь бы ответить лишь бы успеть или еще бывает ситуация когда в дверь кто-то звонит то же самое люди все бросают там если они стоят там зубы чистят они бегут там или что-то да и скорее скорее отвечают лишь бы лишь бы лишь бы вот скорее кому-то что-то там угодить как-то это я для себя поняла что да иногда можно делать вот так просто не брать телефон просто когда ты не хочешь когда ты не в настроении разговаривать или когда ты занят особенно когда ты занят да вот ведешь тот же прямой эфир там или что-то и вот я даже сейчас у меня там свекрой да у меня муж у меня все мои практически тоже родственники знают о том что ну что она там проводит прямые эфиры что ей надо подготовиться к вебинару что там как-то вот такое и это как бы ну для кого-то это странно да вот сейчас у меня там брат мужа заходил смотрит я тут бегаю такая вся с расческой там с тучью куда ты занимаешься со светом да и такая вся какая-то и ну все понимают что я готовлюсь я тут это у меня процесс рабочий это и это нормально поэтому девочки кто пока еще да не знает как же все таки вести вот вам ответы на вопросы просто делайте то что вы считаете нужным ставьте приоритеты с кем общаться с кем не общаться выбираем мы свое окружение сами только сами я всегда говорю родственников не выбирают а окружение ты сам праве выбирать если тебе не комфортно с этим человеком общаться зачем себя нагружать у меня были такие люди даже вот клиенты которые такие негативисты что вам просто не передать вот я например с утра просыпаюсь смотрю чьи сегодня придут заказы и я вижу пока за дно и меня начинается третить уже с утра потому что я знала что она не придет чтобы ничего не предъявить даже была такая ситуация очень много акций проводила в офисе она мне вернула все мои подарки мол они меня не устраивают поменяйте мне это все пришло к тому что я и так и сказала у нас много ипшников у нас много магазинов пожалуйста покупайте там не покупайте фаберлик я ее больше не видела все вот так вот прямо четко и все понятно да если вам все так не нравится если вас все так не устраивает ну так не покупайте все у меня тоже была такая ситуация буквально недавно да когда в втором каталоге была вот эта вот акция в общем я зарегистрировала одну женщину и она вот мне постоянно она мне названивала и названивала вот то ей это непонятно то и каждые пять минут буквально только я положу трубку смотрю она опять звонит только я положу трубку она опять звонит я потерпела наверное несколько дней два дня три думаю ну как там и действительно может и не понятно а потом она такая а почему какой трубку я уже не берела трубка потому что я вот то вебинар то шлемой эфир то я чем-то занята я не беру трубку и она мне давай написать вот вы такая вы трубку не берете я говорю вы понимаете мне некогда особенно тогда это было вообще просто иdriven я небольшой я не могу просто физически время всем по телефону поговорить голосом текстом пожалуйста я быстренько напечатала правила и она мне сказала говорит ну вот вы какая-то непрофессиональная в общем-то должны мне вот уделять время как можно больше я говорю ну как бы вот так я буду в бэйвами заказываю хорошо когда я уже не просто я не могу с вами постоянно сидеть на телефоне и она тогда уже начала на меня подожди секундочку вспомнила вот эта ситуация что я рассказывала это было давно давно может лет 7 назад но суть в чем вот эту девочку это меня была такая как говорится грешок каюсь я не ее перерегистрировала из другой структуры по моему из россии но в общем с тех пор я девчонкам всем говорю и просто не знаю что а у меня и говорю девочки если вдруг не важно даже если это важно и тому подобное если ты человек не пришел значит был вас от него уберег потому что это не ваш человек и вот за столько нет в офисе это считаете 8 лет офису реально иногда приходят и люди такой маразм несут просто не передать и я сама себе думаю а он то не мой у меня таких людей нет и реально у меня просто шикарнейшая структура у меня не было никогда никаких вопросов никаких нюансов а что-то где-то и бывает это не мои люди поэтому прям всем говорю какой ты здесь такие люди к тебе приходят поэтому если ты негативист если ты постоянный жалкий такие же к тебе люди придут почему очень давно все говорят что рекрутируйте работайте с хорошим настроением если у вас болит голова полежи отдохни вот я вчера с плохим настроением уборку затеяла и поранила просто выбора не было вот о чем я говорю что все нужно делать к для этого вот мне сейчас моя работа это даже не работа это какой-то вождение вот я все говорю даже музыку сколько раз говорила заметь мое хобби предусловно плохой бизнес вот и все мне нравилось общаться с людьми мне нравилось продавать мне нравилось преподносить красоту мне нравилось консультировать вот а где-то рассказывать вот получилось и нашими средствами невозможно не выглядеть как плохо у нас с тобой осталось 10 минут даже уже восемь поэтому мы сейчас идем к последнему завершающему вопросу один не успели мы немножко с тобой но это наш не последний прямой эфир поэтому мы значит смотри все что мы сегодня с тобой обсудили это действительно очень интересно и опять-таки да на практике на своем опыте мы видим что учитель химик с которым я общалась там в прошлый раз да там технолог это будет или мама троих детей там менеджер там или кто-то так все идут по этому пути в нашем бизнесе и получают хорошие результаты это первое второе это то что действительно да мы сами выбираем свое окружение мы сами ставим свои цели и сами выбираем свою жизнь это прям вот очень четко прослеживается потому что сегодня мы обсуждали как вот ты как ты говоришь из серой мышки да стала прекрасной уверенной в себе бизнес-леди которая и офис которая развивается путешествует и получает то чего хочет это очень круто поэтому все кто только там вот думает получится обратите внимание на такие же как вы да и а и вы поймете что получится если иметь желание и как сказала оля мной движет цель да поэтому ставьте цели и оль есть ли у тебя твой какой-то девиз вот ты сегодня говорила да там несколько фраз ну вот прям вот постоянно то что ты говоришь да девиз по жизни да твоя может быть какая-то миссия которая тебя ведет тоже да по жизни что-то вот такое есть у тебя ну ну да и даже несколько ну да и даже несколько наверное это не вижу препятствий а еще всегда если это не уголовная и не административная ответственность значит не шагу назад это точно про что так как я уже здесь 9 лет меня многие знаю особенно на с моего района все наблюдают кто еще не со мной они все наблюдают конечно очень много завистников и я прекрасно знаю что очень многие хотят потом зато я предупреждала я заговорила поэтому я хочу развеять эти стереотипы и если раньше я пришла сюда за деньгами сейчас я понимаю что это неправильная цель потому что пока у меня была цель деньги 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 побольше денег люди чувствуют люди чувствуют что ты хочешь только брать 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 и брать и вот пока я жила такой можно сказать политикой мышления я была вечным директором ну и максимум чего ты можешь достичь это старшего директора да старший директор может зарабатывать очень хорошо но что тебе самой вот у меня например сейчас 2700 людей что мне самой работать 2700 людей это не только 24 часа не хватит это не хватит и 60 часов и вот когда я перестала думать о себе когда я стала думать в первую очередь о своих лидерах о своих партнерах когда я стала работать стратегически по-другому когда я приняла советы своего наставника потому что раньше во многом я считала ну да она может так говорить у нее же уже деньги есть а у меня денег еще нет вот когда я буду зарабатывать столько сколько она тогда я тоже буду так думать а сейчас я понимаю что нужно учиться на ошибках чужих конечно без своих ошибок ты не обойдешься на то и не свои но очень многие ошибки можно предостеречь поэтому я сейчас хочу чем побольше девчонкам именно девчонкам показать что это возможно что это не тяжело да всему нужно учиться как я говорю я 8 лет училась потому что 3 года колледж 5 лет университет 8 лет работала и вот в Коберлик я 9 лет 7 из них я уже тоже не работаю я обучилась новой профессии и даже 3 раза потому что сначала работала так сейчас по-другому а в нашем проекте где все раскладывают по полочкам даже если ты вообще дундук желание желание главная цель все бери и делай но конечно будем работать теми кто работает с нытиками как вы поняли я не работаю супер Оля я тебе настолько благодарна за сегодняшний прямой эфир за это интервью на самом деле очень здорово когда вот так вот можно задать вопросы и получить максимально развернутые и качественные ответы действительно да очень много выводов каждый может сделать да из сегодняшнего эфира в том числе и я я провожу эфир да и у меня в голове столько мыслей а да 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 у меня прям вообще я понимаю что я провожу вроде бы как бы да для всех но в то же время и для себя очень сильно это ну как бы так помогает да еще и мотивирует и опыт вот этот вот такой и других наших это очень круто спасибо тебе большое было очень приятно я думаю что действительно это не последний наш эфир вот такой вот совместный у нас еще много вопросов еще обсудить как всегда да и вживую тоже увидимся я думаю что в Москве да в этом году конечно в общем в общем спасибо и если есть что-то сказать еще говори и будем завершать наш эфир и кстати да я еще забыла сказать что все кто сегодня присоединился писали там комментарии спасибо вам большое за то что пришли на наш эфир нам с Олей очень приятно да 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 спасибо хочу сказать тебе что ты организовала такой выход опять же из зоны комфорта потому что я бы наверное сама не решилась бы ты у нас такая вот лучезарная звездочка я очень рада что я с тобой знакома лично тоже очень многому у тебя учусь я как посмотрю сколько у тебя подписчиков на ютуб думаю о боги так что я за тобой подсматриваю спасибо было очень приятно сначала чуть-чуть переживала затем все вошло в гусло вы знаете я люблю много поговорить так что нам часто будет мало жду второго приглашения с удовольствием наблюдаю за твоими прямыми эфирами за нашими девчонками очень рада что вы с нами спасибо всем большое все завершаем увидимся в чатах да 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 всем пока пока попробую сейчас отключить так так и завершаем всем пока пока пока